Так, ребят, всем доброго дня! Продолжу отвечать на вопросы, которые уже даже пропали там, в принципе, где можно задавать, но они у меня еще висят, могу поотвечать, пока есть возможность. Почему я забрал Nissan 370, а не забрал Lexus? Объясняю почему. Потому что я приехал за одной машиной в Одессу последний раз в декабре и должен был ее забирать, но получилось так, что не сделали доверенность и у меня лафет был пустой. И пришлось как бы взять машину, которая легче, а легче это Nissan, потому что, в принципе, я ехал с расчетом того, что я буду брать легкую машину, а Lexus все-таки тяжелый и на лафет я его не захотел брать и тащить. Вот такой вот у меня на тот момент был, вот такой вот выбор, я взял Nissan. Конечно же, по-хорошему, Lexus тоже сюда привезут. Вот такая вот история по этому поводу. Так, ребята, это, тут у нас клиент приехал, наш товарищ, он хочет показать, как звучит выхлоп на его 1.4 двигателя, вот такой Fiat, Punto. А ну давай, зажигай, Гарри. Короче, 1.4, это не значит, что плохо будет звучать выхлоп, все четко тут звучит, видите? Нормально так у тебя выдает. Задаете вопрос, что по дрифтам? В Польше по дрифтам все классно, только сейчас для того, чтобы заниматься в Польше дрифтом, нужно наладить рабочий процесс. Первым делом, как говорится, самолеты, ну а девочки потом. А в нашем случае первым делом это сервис и ворштадт. После этого уже можно будет спокойно, когда тут наладится и все будет работать, заниматься уже дрифт нашими корчами, перевозить их сюда, потихонечку тут это все налаживать, ремонтировать. И, кстати, вот это вот помещение, вот это вот помещение, где тут будут установлены два подъемника, это будет именно для наших дрифтовых корчей, вот это помещение. Поэтому сначала процесс работы сервиса, а потом уже будем думать за дрифт. Я думаю, это рационально и правильно. Зарабатывать деньги, налаживать рабочий процесс, ну и тогда будет все уже легче. Продолжение следует...